Организаторы Большого Семейного Праздника для Брещан Святый Елизаветинский Монастырь и Сестричество в честь преподобно-мученицы Великой Княгини Елизаветы из города Минска. Ежегодно православный фестиваль «Радость» проводится в разных городах Беларуси и в этом году Бресту выпал шанс стать столицей празднования. Свои изделия и уникальный товар привезли служители и послушники монастырей и храмов не только Беларуси, но и из разных уголков мира. В этом году мы приветствуем на белорусской Брестской земле Сербию, Сирию, Грецию, Палестину, Черногорию, Молдову и нашу сестру Россию. В этом году мы привезли 35 участников фестиваля и пришли большую программу для наших младших гостей и концертной программы. Я думаю, что далее вам будет рассказано более подробно. Но участники наши стойко держатся и приезжают из разных стран по-прежнему. Мы каждый раз готовим новую программу, даже если не приезжаем каждый год, но каждый раз везем что-то новое, это не повторяется. И с большой радостью, вот очень давно у вас не были, с большой радостью в сердце, действительно радостно приехали к вам, с радостью. Запах ладана, меда, лекарственных трав и чая можно было почувствовать еще до того, как попадешь на территорию ярмарки. Большое разнообразие православной литературы, текстиля, изделий из дерева, редких икон удивляет. Каждая лавка, как отдельное чудо света с уникальными товарами. Так друзья из Северной Осетии впервые посетили Брест и знакомят гостей фестиваля со своей историей и продукцией Аландского Успенского мужского монастыря. Привезли мы вам, вот это наша икона на поклонение, так это наша моздокская, мы вам привезли нашу керамику, наши чаи, лекарственные травы наши едут, у нас едут, куклы наши едут национально, очень много будет сувениров. Вот эта керамика очень интересная по эскизам нашей древней скифо-сарматской посуды, точная копия. Сделали раскопки и произвели точную копию нашей посуды, это голубая длина. Продукцию скального монастыря Святой Феклы привез житель Сирии. Древний монастырь – единственное место в мире, где службы совершаются на языке самого Иисуса Христа – в древнеарамейском. Мы находимся в Сирии. Монастырь находится в северном Дамаске на 60 километров. В горах. Кто Святая Фекла? Это считается первой мушницей, единственной святой, которая получила два названия, и в два названия была первая. Первая мушница от женщины, и первая, кто ее назвали равнопостойной. От нашего монастыря – икона, который матушке, ручную работу, что дали, есть монастырное масло, щетки, которые нигде нет, кроме у нас. Программа фестиваля многогранна и составлена так, чтобы события и мероприятия были интересны посетителям разного возраста. Большое внимание уделяется и подрастающему поколению. Интерактивные площадки, мастер-классы, кукольные спектакли и игры будут удивлять даже самых маленьких участников и их семьи. Те, кто малознаком с православной верой, откроют для себя ее совершенство. Конечно же, фестиваль призван объединить людей на основе православной веры. И мы надеемся, что те люди, которые еще не крепки в вере, которые еще не нашли дорогу в храм, побывая на наших выставках, на нашем фестивале, все-таки найдут эту дорогу к Богу. Фестиваль наш семейный, поэтому очень много мероприятий для всей семьи. Можно прийти семьей маленькой или большой, а лучше многодетной, и побывать в детской гостиной, посмотреть спектакль, поучаствовать в всемирном мастер-классе. А также можно родителям посидеть возле сцены, посмотреть концерт, пообщаться с умными, интересными, полезными людьми. Программа многообразна, потому что люди хотят многого. Они хотят поговорить по душам, поговорить о духовном, физическом и душевном здоровье. Они хотят задать вопросы фитотерапевту, как им не болеть. Они хотят поговорить с психологом, как воспитывать детей. Здесь будет несколько концертов и несколько мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Это концерт, это те концерты, которые воспитывают детей. Патриотизм, память о предках, поэтому не только церковные. Наоборот, нам кажется, что когда есть разнообразие, когда звучат детские песни, советские песни, военные, песни нашей даже эстрады, это только обогащает наш фестиваль и привлекает к нам разных людей, а с этого, в общем-то, и начинается, возможно, дорога к храму, к Богу. Теплой душевной атмосферой запомнится эта осень. Фестиваль, объединяющий множество стран и городов, который действительно наполнил радостью сердца участников и гостей Бреста, будет ежедневно открывать двери до 12 сентября у Дома культуры профсоюзов. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.